Тот не спотыкается, кто не бежит. Приятная Даша, это прочитанная за июнь 2015. В большинстве книгах я уже рассказала о совместно прочитанном с мамой. И теперь пойдёт о единоличном прочитанном. Значит, случайно вакансии Роу, или когда я пришла в восхищение, снимала отдельное видео. Почитала биографию Натальи Гундалевой, автор Старосельская. Это не биография Гундалевой, это сборник цитат из других книг, посвящённых актрисе, газет и интервью. Причём она вот даже говорит, пишет, что перейду вам небольшое интервью. А нет, перейду вам несколько строк из интервью такого-то. И дальше на пять страниц. Сидишь и думаешь. Если это не кусочек маленький интервью, то какого уже она как-то полностью. То есть у меня очень печально остались впечатления от этой книги. И сама Старосельская, по-моему, написала только предислое и послеслое. Ну, там, в конце немножечко. Всё остальное почти сплошь, ну, 80% это сплошь цитаты из других книг. И я не понимаю, зачем это нам было делать. Так, также прочитала Айра Левин. Ребёнок Розмари, первая часть. И ещё «Сын Розмари» — это продолжение. Вот что я хочу сказать. В принципе, неплохо, с натяжечкой. Но очень-очень предсказуемо. Я каждый следующий шаг знала, что будет происходить. Книга написана в законе жанра. Почему-то подразумевается, что это что-то вроде ужасов. Но это для меня просто очень сложно впечатлить в этом плане. Поэтому делайте на это скидку. Что касается второй части «Ребёнок Розмари». Если вы прочитали первую и вам понравилось, не читайте вторую. Если вы прочитали первую, вы остались к ней равнодушенны, как я, то можете прочитать вторую. Там концовка «Вау». То есть все говорят, что она всё портит. Но я не думаю, что автор имел в виду именно то, что написал. Я думаю, там концовка в концовке. Там нужно понять, что наоборот, это не так, как там написано. Я, наверное, сейчас очень заинтриговала. Но я не могу сказать больше, иначе это будет ужасно. Просто спойлер. Ну и для тех, кто не в курсе. Вот я не была в курсе. Я знаю, что существует экранизация. Я её не видела. Женщина рожает ребёнка от сатаны. По-серьёзски. Правда. Реально. Та же я прочитала Гарри от Битчерстоу «Хижина дяди Тома». Все нормальные люди её прочитали в детстве. Я-я-я, а я тормоз. Я всю жизнь хотела. Правда, хотела её прочитать, но как-то не сложилось. А тут я на днях присматривала фильм «Анный король», и где Анна выступает в роли учительницы, учит принца, сына короля, и даёт ему читать эту книгу. И, в общем, что-то слишком много воды я тут развела. Мне кажется, все знают, что это книга про рабство в Америке, вот тех времён, когда там война, север-юг. Книга очень впечатляющая. Она трогает за живое. В конце «Мяру далу». И действительно, она вызывает к лучшему. Ну, и через доводы разума, и через доводы, мол, посочувствовать эти люди. Эй, посмотрите, обратите внимание, как они ужасно живут, как и в жутких условиях. Вплоть до того, что некоторые даже с самим зрением думают о них, раба. То есть для них это что-то вроде скорпиона. И обращаются с ними совершенно ужасно, просто невыразимо. Книга потрясающая, волшебная, мне очень понравилась. Хотя она немножечко наивненькая в начале, но концовка у меня просто «Ах!». Вот. Очень сумбурно получился отклик на книгу. И это было всё, на самом деле, в этом месяце. И заканчиваю своё видео. До скорых книг. Хорошего вам чтения. Пока.